Один из самых интересных феноменов последних недель это пропажа яиц полок магазина, а также невероятные цены на них. Не только с точки зрения ажиотажа, который это вызвало, но и с точки зрения постоянных заявлений российских официальных лиц, включая Владимира Путина, о том, что с экономикой все чудесно, превосходно и все под контролем. Говорить мы сегодня с вами будем не только о яйцах, а о том, что в целом многие забыли, что Россия это нищая страна, буквально очень нищая страна, где есть Москва и Петербург, которые не являются частью России по большому счету, а являются фактически государственными в государстве и в которых более-менее все выглядит пристойно и прилично. Но если выехать за Москву, да хотя бы до электростали, то сразу можно увидеть, то нет электричества, то нет туалетов, то люди работают за 20-30 тысяч рублей, это 200-300 долларов, не могут позволить себе ничего. И доедают, как в метком выражении одного известного мема, половой орган без соли. Россия нищая страна была еще до вторжения в Украину, еще до огромного количества санкций, еще до того, как Запад перестал покупать российское сырье или, по крайней мере, снизил объемы закупки. После начала полномасштабного вторжения ситуация ухудшилась кратно. Ну то есть да, конечно, есть военные, которых завербовали за большие по российским меркам деньги идти воевать, но и это сделало ситуацию лишь хуже, потому что для всех остальных цены стали выше, так как просто ассигнование из бюджета разогнали инфляцию. И она теперь в России даже по официальным данным в два раза превышает, собственно, ожидания, которые были у российского правительства. И яйца являются на самом деле не исключением, а лишь правилом, дорожает вообще все. Просто люди стали есть яйца в большем объеме, потому что на остальное просто стало не хватать. Из-за этого повысился спрос на яйца, и из-за этого стали на них повышаться цены. А там, где цены еще не успели повыситься или повысились не так сильно, как в соседних магазинах, эти яйца смели из полок. На самом деле история с этими яйцами, она не где-то в отдельно взятом регионе, это вообще везде. Вот пустые полки магазинов Ижевска, вот пустые болки Рязани, вот пустые полки магазинов Новосибирска. Это повсеместная проблема. Яйца либо стоят столько, что люди не могут их покупать, либо там, где они дешевле, их сметают за одну секунду. На оккупированных территориях России ситуация не то что не лучше, а хуже, причем иногда сильно. В оккупированном Крыму стоимость десятка яиц достигла 200 рублей, что по российским меркам очень и очень много. Их начали продавать поштучно. Теперь, знаете, раньше у меня был критерий, как определить, насколько бедная страна. Я много достаточно ездил по не очень благополучным странам, потому что занимался деватами, и поездил по странам, в том числе не очень богатым. Так вот, если в стране поштучно продают сигареты, то значит дела не очень хорошо. Но даже в странах, где поштучно продавали сигареты, массовой продажи яиц поштучно я не встречал. И вот Россия вошла, так сказать, в закрытый клуб этих стран. Их действительно теперь отпускают по одной штуке, потому что людей просто не хватает денег, чтобы купить десяток яиц. И, собственно, не только в Крыму оккупированном это происходит. Это происходит еще много где, но опять же на оккупированных территориях это ощущается многими острее. В Донецке, например, цены выше 100 рублей, о чем местные каналы выпускают сюжеты, где также рассказывают про подорожание всех продуктов. Куриные яйца становятся деликатесом, а курица теперь только по праздникам. Жители Донецка негодуют. Вроде и птицефабрика своя есть, а цены почему-то только растут. Цены, скажем так, иногда бывают хорошие. Но иногда они, я считаю, что немножко завышены. Ну, яйца, допустим, возьмите. Я думаю, это яйца и это, в принципе, еще и мясо. Вот то же самое и курица. Но не только на эти товары стоимость завышена. В большую сторону отличаются от рекомендуемых цены на огурцы и помидоры, бананы, молоко длительного хранения. Но эта история не только условной периферии оккупированных территорий. В столичном магазине «Верны» тоже пришли к такому маркетинговому ходу, но стоимость одного яйца ограничена 9 рублями за штуку. В целом, в Москве цены на яйца осенью превысили 100 рублей, при том, что еще в августе их можно было купить по 49 рублей за десяток. На поштучную продажу перешли также в Туле, Оренбурге и других городах. В Саратове люди выстроились в гигантские очереди, чтобы купить яйца по 78 рублей за десяток, потому что в магазинах они дороже. Местный минсельхоз даже вынужден был попросить местных жителей не покупать яйца впрок, а то не хватит. В Белгороде очереди за яйцами на ярмарках и закупку яиц сотнями вице-губернатор Юлия Щедрина назвал искусственным ажиотажем, наверное, виноватой, как всегда, западной спецслужбой, и объявила об ограничении продаж в одни руки. Через три дня губернатор Вячеслав Гладков уволил свою заместительницу без объяснения причин. Впрочем, ограничение продаж в регионах все же вводится. Например, в ряде магазинов Екатеринбурга с 11 декабря перестали продавать больше трех упаковок одному покупателю. Мы видим, что эта история не про кризис в отдельно взятом регионе, не про то, что там, значит, где-то чего-то не хватило одному магазину. Это повсеместно. И связано это с ценами в первую очередь. Глобально, несмотря на постоянные заявления официальных лиц, вплоть до Владимира Путина, ни о каком расцвете экономики России речи не идет. Идет речь о постоянно растущей инфляции из-за того, что бюджет берет на себя большинство обязательств и раскручивает в том числе ВПК. В следующем году будет еще хуже, потому что 30% бюджета напрямую идет в ВПК, еще 10% на силовиков. Все это будет раздувать и без того разогнанную инфляцию, и цены будут продолжать расти. При том, что у людей за пределами военного сектора зарплаты России ниоткуда не будут. У России стало меньше денег и больше расходов, и ситуация будет лишь ухудшаться. А если, а точнее когда, Западу удастся сделать так, чтобы санкции работали эффективнее, если Западу удастся сделать так, чтобы работал нефтяной потолок, то ситуация для Кремля станет еще хуже. Сыну секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, министру сельского хозяйства Дмитрия Патрушеву, пришлось оправдываться перед Владимиром Путиным прямо из курятника. Правительству всерьез обсуждать временный запрет экспорта куриного мяса, Генпрокуратуре проводить проверки и готовить исчерпывающие меры реагирования для защиты прав граждан, а губернаторам объясняться перед избирателями. Федеральная антимонопольная служба предложила вообще торговым сетям добровольно ограничить наценки на яйца до 5% до марта 2024 года. На предложение уже согласились сети Азбука Вкуса, Верный и Глобус. Ну, знаете, это старое, простое советское ограничение цен. Всегда же работало, правда? Что может пойти не так? На самом деле, причин у того, что яйца сейчас столько стоят денег, достаточно много, но большая часть из них связана с войной. Вы удивитесь. Несмотря на то, что постоянно идут рассказы, что война никаким образом не влияет ни на какую стоимость, ни на финансовое положение россиян, ни на что не влияет, это большой-большой обман. Причем обман, который вскрывается довольно просто. Достаточно просто сходить в магазин и сразу можно увидеть, что то, о чем рассказывают по телевизору, с действительностью не соотносится. И что Россия стала еще более нищей, чем была до начала полномасштабного вторжения в Украину. И проблема эта никуда не денется. Она будет усиляться. Но давайте разложим подробнее про яйца. Себестоимость производства яиц после начала войны выросла за счет роста затрат на логистику, упаковку, запчасти к сортировочным машинам. Вакцины и примиксы зависят от курса валют и доставляются зачастую параллельным импортом, объясняет зампредседателя правления отраслевой ассоциации РУСПРОДСОЮЗ Дмитрий Леонов. Летом курс рубля ослаб до 100 за доллар, что опять же привело к росту расходов на закупку импортных препаратов, кормов, добавок и оборудования. В результате цены на мясо кур еще в июле пробили исторический рекорд – 197 рублей за килограмм. А мясо птицы – самое популярное в России. Его доля в общем объеме потребления – 44,3%, или почти 35 килограммов на человека. Помимо мяса, стало больше покупать яиц, так как на остальное просто не хватает. С учетом того, что сегодня растут в цене другие виды продукции, яйцо и курица становятся одним из немногих источников животного белка, которые населению доступны на постоянной основе. Спрос на них растет, а если растет спрос, растут и цены, констатировала кендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бабылева. То есть, история не в том, как Путин говорил на прямой линии, что значит люди стали очень богатыми и поэтому смогли позволить есть много яиц себе. Да, как он там рассказывал по десятке. Нет, люди, наоборот, стали беднее, поэтому им надо чем-то компенсировать, собственно, в своем рационе, там, белок и прочее. Они стали покупать больше яиц. То есть, спрос – это не порождение того, что жизнь стала лучше и веселей, а наоборот. Я знаю такое, этот, знаете, есть в интернете, Стас Сайкак просто, его зовут, я помню его потрясающую теорию, значит, почему был дефицит в Советском Союзе на излете его. Он говорит, потому что люди стали настолько богатыми, что у них стало очень много денег и просто не поспевали производители продукции. На самом деле, Путин на прямой линии говорит ту же ебану про яйца. Но это абсолютно неправда. Почему это неправда? Потому что на самом деле у вас просто деньги стали стоить меньше, поэтому цены выросли. То есть, у вас инфляция происходит. И когда у вас есть запрет на то, чтобы эти цены свободно, собственно, двигались, тогда все сметают с полок и получается дефицит. Ну, не говоря уже о том, что в Советском Союзе просто не было конкурентноспособного производства, потому что оно жило не в условиях рыночной экономики. Собственно, в России сейчас похожая история. Ну, то есть, никаких конкурентноспособных производств нет и быть не может, потому что и конкуренции никакой нет. Западные компании уходят, а возможность закупать оборудование для специалистов практически отсутствует. Поэтому все это будет ухудшаться. Не только с курицей и яйцами, но, конечно, курица и яйца вызвали небывалое возмущение людей. Это вообще отдельная интересная история, что люди не так активны были, когда война началась, то есть, когда Россия вторглась на территорию Украины, или когда даже мобилизация. Хотя нет, когда мобилизация, все-таки это было довольно активной темой. Но в любом случае, цены на яйца и курица стали для людей очень важной такой штукой, что даже на прямой линии Владимир Путин решил этот вопрос поднять. Собственно, как будут решать эту проблему российские власти, что в том числе озвучивает и Путин? Россия уже начала закупать яйца из Турции и Азербайджана, а таможенную пошлину на них обнулили на полгода с 1 января 2024 года, против чего резко выступили российские производители. Догадайтесь, почему? Нам нужно развивать собственное производство и не разбалансировать рынок, который у нас сложился годами, говорила заместитель гендиректора Росптицсоюза Елена Степанова. Ну, суть в том, что на самом деле, вот если сейчас, точнее не если, а вот сейчас начнут закупать по дешевке куриные яйца из Турции, что это значит? Что это сделает с российским рынком? Российский рынок, окажется, неконкурентоспособен, потому что все издержки, которые есть у российских птицефабрик на эту тему, ну, то есть корма, оборудование и прочее, они никуда не денутся. Именно поэтому это может привести к уничтожению вообще российской вот этой птицепромышленности, и просто Россия сядет на, так сказать, турецкие яйца. Ну, мы уже помним, когда Советский Союз хлеб закупал за рубежом, вот теперь Путин за рубежом будет закупать яйца. Глобально это все говорит нам о том, что все рассказы властей о том, что у них все под контролем, все замечательно, что нет никаких проблем, что они все импортозаместили, что санкции вообще не влияют, что все у Путина под контролем, не являются реальностью. И что самое интересное, это преодолеть невозможно. То есть то, что Россия сейчас делает со своей экономикой, выгоняя западных инвесторов, качивая гигантские бабки в оборонку, значит, всячески накачивая добровольцев, как они их называют, контрактников, выплачивая грубовое и прочее, Россия просто разгоняет инфляцию, Россия не создает никакого продукта, Россия не создает никакого себе преимущества. И, короче говоря, то, что Путин делает сейчас, оно не только влияет на Россию здесь и сейчас, но и будет влиять на будущее.